Хайская историческая традиция Классификации о том, что хайи или армяне являются первым народом, который в самом начале 4 века, в 301 году Новой Эры, объявил христианство государственной религией некоего государства, которое называлось «страна хаев». Тема достаточно объемная, и потому разоблачение будет представлено в четырех частях. Убедительная просьба, посмотрите их все. Вы узнаете много нового, и начнем с того, что единственным национальным литературным источником, на который в хайской традиции ссылаются как на свидетельство о так называемом первохристианстве, является сочинение «История хаев», то есть еще один подмутюн хаёст, составленное под псевдонимом Агафангел. Никаких других источников, свидетельствующих или подтверждающих заявленное объявление христианства государственной религии в каком-то государстве хаев, хайастане, не существует. Никаких, что бы на этот счет не говорилось в рамках исторической школы хаёстана, на какие бы церковные предания не делались бы ссылки, такого литературного источника не существует, кроме той самой истории хаев под псевдонимом Агафангел, о которой сегодня пойдет речь. Как было отмечено, разоблачение будет представлено в нескольких частях. Мы поговорим в отдельности и о самом псевдониме Агафангел, и о ключевом персонаже этой фальсификации, о римском ставленнике в провинции Римской империи, носившей название Армения, Парфянине Теридате III, потомке великой парфянской династии Арсакидов, который никогда, разумеется, не был ни хаем, ни хайским царем, ни каким-то руководителем какой-то страны хаев. И главное, раскроем содержание чудовищно-невежественной сказки о Григории Просветителе, которого в хайской церковной традиции и национальной историографии считают первым католикосом всех армян, и который якобы в 301 году единолично провел крещение миллионов людей в одной из провинций государства Римская империя, в которой в это время христианство было запрещено, а христиане, как последователи непризнанной секты иудаизма, как в то время считалось, преследовались по всей империи. Начиная разоблачение псевдонима Агафангел, сразу же отметим, что и в этом сочинении, так же, как и во всех других источниках хайской классической литературы, которые традиции относят к 4, 5, 6 векам, нет таких слов, как армения, армянский, армяне и так далее, в нем присутствует только национальное определение хай, хайери, хайрен, хайастан и так далее. При этом национальная историческая традиция убеждена, что в далеком прошлом именно под такими названиями, в их национальной огласовке, то есть страна хаев, земля хаев, хайское царство, хайастан и тому подобное, были известны и эти земли, и существовавшие здесь государственные образования. А правители на этих территориях были известны всем исключительно как хайские правители и хайские цари. Существенной частью этих убеждений является также и то, что все население этого огромного региона якобы говорило и писало исключительно на хайском языке. А тот факт, что за тысячи лет в прошлое в исторических источниках не наблюдается ни одного названия с корнем хай и ни одной строки, в которой буквами греческого, арамейского, еврейского или латинского алфавита раскрывалось бы звучание хайской речи. Так это, по мнению хайского национализма, которым пропитана национальная историография, объясняется якобы тем, что в беспредельной ненависти к хаям народы региона старательно вычистили эти названия из огромного исторического наследия стран и народов региона. Итак, что же представляет из себя псевдоним Агафангел и откуда он появился? Имя или прозвище Агафангел или Агатангелос в переводе с греческого означает «добрый вестник». В связи с тем, с чем в национальной традиции бытует мнение, что автор сочинения, якобы составившего достоверное и даже протокольное описание массового крещения хайского народа на территории некоего хайского царства, носил такое имя или прозвище не случайно, а по какому-то божественному замыслу. По мнению экспертов исторической традиции Хайастана следует, что этот мнимый автор составлял рукописный текст сочинения якобы где-то в 440-е или 450-е годы, при том, что в самом сочинении он с первого же строка заявляет, что прибыл в восточную Анаталию из Рима по призыву царя Тередата III, которого римляне привели к власти в 287 году, и является не только его современником, но и свидетелем всех описываемых событий и подобных противоречий, уничтожающих все измышления как об авторе, так и о содержании этой фальсификации, великое множество. Но мы не будем сейчас перечислять их всех, это несколько другая тема. Отметим лишь, что вымыслы, утвердившиеся вокруг этого сочинения в исторической традиции Хайастана, как нельзя лучше отражают неописуемую массу противоречий, которыми переполнена хайская национальная историография. Включая и то, что до сих пор так называемые эксперты мучаются спорами, на каком же языке могла быть написана, если была написана эта история, если Агафангел был греком и выступал в роли летописца Тередата III в конце III столетия, когда еще не было ни хайского алфавита, ни хайской письменности. Представители национальной традиции, настаивающие на предположении, что некто по имени Агафангел сочинял историю с конца III века, полностью признают и то бесспорное обстоятельство, что хайский текст, относимый к V веку, не является оригинальной рукописью Агафангела, просто не может являться таковым, а был составлен каким-то неизвестным переводчиком. Абсурдность ситуации в том, что наряду с этим в пределах традиции бытует также мнение, что хайский текст – это и есть оригинальная рукопись Агафангела, что, разумеется, невозможно. Но в контексте настоящего разоблачения важно то, что в рамках национальной историографии история хаев Агафангела считается достоверным и точным историческим документом, свидетельствующим о том, что в 301 году христианство было провозглашено государственной религией страны Хаястан. Стижневым элементом данного тезиса является предположение о существовании самостоятельного независимого государства, носившего название «страна Хаев». Важно отметить также, что на сегодняшний день известно более 30 рукописей, причем большинство представлено разрозненными фрагментами, которые содержат более или менее схожие истории, написанные неизвестными авторами на греческом, сирийском и арабском языках, причем самый ранний фрагмент датируется X веком. Это самый ранний – X веком. То есть никаких рукописей так называемого Агафангела в природе не существует. Но не менее интересным фактом является то, что только версия, написанная на хайском языке, называется «История Хаев». Все остальные версии, написанные на различных языках, носят характерное, типичное для всех христианских агиографии название «Житие Григория». Агиография – это церковный литературный жанр, в котором сочинения посвящаются жизнеописанию христианских святых. Агиографии не являются произведениями по истории того или иного народа. Поэтому, повторим еще раз, более 30 рукописей, написанных на разных языках, являются типичными агиографиями с названиями «Житие Григория». И только одно сочинение на хайском языке, по мнению многих специалистов, это перевод на хайский из греческих источников, носит название «История Хаев». Интересными особенностями этой хайской версии является то, что, во-первых, только в ней появляется название автора, которого нет во всех остальных более 30, если помните, источниках, и который сам заявляет о себе, что эти строки пишет он, римлянин Агафангел, прибывший в Восточную Анатолию из Рима, а не какой-то там неизвестный и безымянный сочинитель. Во-вторых, в ней и только в ней появляются названия «Хайские земли», «Хайская страна», «Хайский царь», «Хайский правитель», а также целая глава, носящая название «Спасительное обращение страны нашей Хайастан» и тому подобное. То есть только в этой версии происходит преднамеренная перекройка агиографии в этническую летопись. В-третьих, история Хаев под псевдонимом Агафангел впервые, спустя 1300 с лишним лет отсутствия рукописей мнимого автора, появившаяся на свет в виде книги в 1709 году из армянской типографии в Стамбуле, существенно отличается от всех остальных версий «Жития Григория», как по объему она намного больше, так и по содержанию. Во всех остальных многоязычных версиях, известных как «Житие Григория», нет ни единого упоминания ни о Хаях, ни о стране Хаев, ни о Хайских царях, и нет наряду с этим еще и имени автора. В них не только отсутствует имя Агафангела, но вообще не упоминается имя какого-либо автора сочинения «Житие Григория». И в-четвертых, только в ней, во всех садистических и фантастических подробностях, приводится описание 13 смертных казней Парфянина Григория Просветителя и описание изощренных пыток и умершвления так называемых римских дев или репсимянских дев, причем все пытки и казни взяты из пыточного арсенала средневековой христианской инквизиции XIII-XVI веков. Они никогда не применялись в Римской империи, и это еще одно свидетельство, что Хайская версия составлялась в намного более поздние времена, чем заявленной традицией конец III века. Эти и многие другие факты Хайской версии «Жития Григория», в которой агиография оказалась превращенной в этническую историю под названием «История Хаев», свидетельствует о том, что это сочинение является продуктом деятельности той же самой монашеской группы армян-католиков, которые в конце XVII столетия сочинили и истории Хаев под псевдонимом Моисей Халенский, и истории Хаев под псевдонимом Фавстоз Бузан, о которых мы уже говорили и еще будем говорить, продуктом монашеской группы армян-католиков во главе с католическим священником Мехитаром Себастийским, который в самом начале XVIII столетия с благословения и одобрения Папы Римского Климента XI получил официальное название конгрегации, то есть монашеского объединения. В рамках Национальной исторической школы Хаястана эту конгрегацию называют орденом, что в принципе неверно, поскольку конгрегации не обладают статусом ордена. Можно привести еще много аргументов, подтверждающих, что сочинение «История Хаев под псевдонимом Агафангел», в котором якобы описывается тотальное крещение хайского народа в 301 году в стране Хаев в Хаястане, это фальсификация, созданная на базе многочисленных разноязыких о географии житья Григория, в которых нет ни единого упоминания, ни Агафангела как автора, ни хайского народа, ни хайских правителей, ни страны Хаев, ни даже главного персонажа, римского ставленника Парфянина Теридата III Арсакида. Этому следует посвятить отдельную передачу, но несколько слов необходимо сказать о том, что фальсификаторы, сочинившие «Истории Хаев», активнейшим образом паразитировали на текстах Библии. Эту особенность мы отмечали, говоря о истории Хаев Моисея Харенского, но история Хаев под псевдонимом Агафангел в этом отношении не имеет себе равных. Она на 90% состоит из плагиата Библии, плагиата Нового Завета, плагиата Евангелий. И это понятно, ведь компиляцию своих подмутюнов во второй половине 17-го и начале 18-го века выполняли монахи, которые не были историками, но были загружены заказом на срочное изобретение национальной истории для пропаганды через церковные институты среди хайских общен Османской империи. Массированный плагиат Библии и несомненное использование различных церковных преданий о житиях святых мучеников и мучениц при сочинении текстов «Истории Хаев» указывает на то, что и само имя Агафангел в качестве авторского псевдонима также было связано с заимствованием имени уже существовавшего прототипа. И такой прототип действительно существует в одном из наиболее известных раннехристианских церковных преданий, которое называется «Житие и страдания святого священномученика Климента, епископа Анкирского и святого мученика Агафангела Римлянина». Описываемые в нем события происходят в Римской империи, в период правления императора Диоклетиана, 280-е годы, то есть в те же самые времена, в которые поместил самого себя римлянин Агафангел, якобы сочинявший «Историю Хаев». То, что сочинители истории Хаев обращались к тексту именно этого предания, свидетельствует то обстоятельство, что помимо присутствия в нем образа святого Агафангела, греческая Агафангела, несущая благую весть, имя которого удачно подходило в качестве псевдонима для сочинения оперы во христианстве Хаев, в «Житие Климента и Агафангела Римлянина» приводится описание практически тех же пыток и казни, через которые сочинитель истории протаскивает Григория Просветителя, включая многолетнее заточение в темнице, хотя мнимый автор истории Хаев не проходил через казни, но якобы был их свидетелем. Поэтому не случайно, что в истории Хаев Агафангел оказывается еще и римлянином, точно так же, как и его прототип из церковного предания. Мы не будем далее разбирать во всех подробностях бесчисленные абсурды, противоречия и вымыслы, которыми начинается эта фальсификация и которыми переполнено все ее содержание до последней строки. Это сочинение, созданное невежественными дилетантами, не имеющими представления о реальной истории, но изобретавшими антиисторичную сказку, не имеющую ничего общего с историческими событиями прошлого. И здесь мы переходим ко второй части нашего разоблачения, в которой вы узнаете о том, что в 301 году не могло, и не могло быть и не было никакого государства Хаев в восточной Анатолии, где находилась римская провинция Армения, и никакого массового крещения миллиона Хаев с последующим объявлением христианства государственной религией Хаистана на территории государства Римской империи никогда не было. Ссылка ко второй части под настоящим видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok